Хронический панкреатит. Что делать, если вам поставили такой диагноз? Как справиться с хроническим панкреатитом, с его обострениями? И как справиться с таким грозным заболеванием, как острый панкреатит? Все чаще приходят к нам на сайт такого рода вопросы. Официальная медицина, к сожалению, зачастую состояние панкреатита связывает с обострением холецистита, а именно калькулезного холецистита или желчнокаменной болезни. Предлагают удаление желчного пузыря. Но изменит ли это ситуацию? И сегодня на этот вопрос отвечает профессор, доктор медицинских наук, академик медицины Виктор Владимирович Картайник. Итак, дорогие друзья, хронический панкреатит, его разновидности, я специально педалирую именно его разновидности. Почему? Потому что есть состояние хронического ремиссионного, то есть нахождение поджелудочной железы в состоянии покоя, а есть состояние хронического подострова панкреатита. Но вот, к сожалению, наши коллеги западноориентированные медики, они, пользуясь очень высокими технологиями диагностики, пользуясь высокими технологиями биохимических исследований, зачастую забывают о функционально-энергетических связях, которые между собой формируют органы. Так вот, дело заключается в том, что один из ведущих каналов биологически активных, так называемый четвертый канал, или канал селезенки поджелудочной железы, именно его состояние, именно его состояние, очень тесно связано с состоянием желудка и очень тесно связано с состоянием толстого кишечника. Вот на данной табличке мы видим с вами один из районов толстого кишечника, канала толстого кишечника, поперечно ободочную кишку. Так вот, дело заключается в том, что хронические подострые состояния панкреатита зачастую вызываются только купированием, нагнетением искусственных ферментов, нагнетением искусственных энзимов, абсолютно не обращается внимание на сопутствующее состояние, как со стороны, как я уже говорил, желудка и со стороны толстого кишечника. Но во главу угла, во главе угла желудочно-кишечного тракта, все-таки у нас стоит печень и все-таки у нас стоит желчный пузырь. И поэтому очень часто состояние хронического панкреатита не снимается со счетов без учета состояния печени, без учета состояния желчного пузыря. И как правило, называется гепата, то есть печень, холециста, то есть желчный пузырь, панкреатит. То есть у нас состояние связано с воспалением печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Но весь казус ситуации заключается в том, что выходы желчи и выходы панкреатической жидкости из головки поджелудочной железы, они у нас находятся в одном месте, в едином месте. Это в зоне 12-перстной кишки, в районе так называемого сфинктера ОДИ, куда происходит у нас и вытекание желчи, и вытекание, как я уже говорю, панкреатического сока. Так вот, когда речь идет о купировании или о лечении поджелудочной железы, надо в первую очередь обращать внимание на состояние кишечника. В первую очередь это состояние моторики, то есть качественной очистки состояния толстого кишечника, которое рефлекторно будет воздействовать. Так мы с вами устроены, не хочу я на этом специально останавливаться, но мы рефлекторно, через улучшение качества толстого кишечника, будем воздействовать на состояние печени и, соответственно, на состояние желчного пузыря. И очень часто бывает, что так называемые пропущенные или захоженные холециститы, запущенные или захоженные холециститы, они имеют еще и некую морфологическую такую вот очень интересную зацепку, связанную именно с поведением сфинктера ОДИ. Дело в том, что до бесконечности долга мы не можем пользоваться добрым отношением к нам нашей поджелудочной железы, на фоне того, что у нас вяло работает желчный пузырь. У нас идет постоянная идентификация активности со стороны поджелудочной железы и в конечном итоге идет потеря, исчерпывается тот зачастую неприкосновенный запас ферментов, который нам нужен в очень острых состояниях. А острое состояние со стороны поджелудочной железы обеспечивает все, что угодно. Это и стрессы, это и обморожение, это и тепловые удары, это и различные виды отравлений и так далее, так далее, так далее, так далее. Поэтому, когда речь идет о том, каким образом нам надо лечить хронический панкреатит, я повторяю, нам надо наводить порядок именно во всем этом стратегическом узле. Ну и если переходить уже к состоянию, то что Татьяна Владимировна обозначила как ЖКБ, или желчнокаменная болезнь, или хронический калькулезный холецистит, то я хочу, конечно, отдельно обратить ваше внимание на то, что в случае формирования конкрементов в области желчного пузыря и обострение состояния со стороны желчного пузыря, удаление желчного пузыря вместе со всеми накопленными камушками или камнями не приводит к улучшению состояния работы поджелудочной железы. Потому что мы таким образом с вами устроены, что желчный пузырь в лице желчи выполняет одну часть пищеварительной деятельности, а поджелудочная железа в лице панкреатических соков выполняет другую часть своей активности. И когда наши коллеги пытаются вас убедить в том, что ничего страшного вам нет, в том, что вам удалят желчный пузырь, то помните, пожалуйста, наш уже ставший знаменитый рефрен, что желчный пузырь убирают, а проблемы вместе с этим только усиливаются. Потому что меняется диспозиция состояния желчи, меняется диспозиция накопления желчи. И западная медицина, она, к сожалению, грешит такими вещами, как обобщениями. Понимаете? И когда мы говорим о том, что желчный пузырь это просто мешок или мешочек, в котором накапливается желчь, ну, вы меня извините, по крайней мере это звучит смешно. Почему? Потому что именно в желчном пузыре происходит дозревание желчи. Дорогие друзья, помните, пожалуйста, о том, что желчь, желчь это наше топливо. Желчь имеет пять видов, желчь имеет пять фракций. У нас есть мозговая или зрительная желчь, у нас есть сердечная желчь, у нас есть косно-составная желчь, у нас есть гастрономическая или пищеварительная желчь, и у нас есть кожная желчь. Поэтому утрата желчного пузыря в силу различных обстоятельств, топтурации или протоков камнями, или каких-то острых, крайне болезненных состояний, ну, нам долго приходится потом наводить порядок, нам очень долго потом приходится наводить порядок в энергетических смыслах, в энергетических смыслах нашего человеческого организма. Значит, если возможно резюмировать, то выводы могут быть такими. Если все же круг замкнулся, замкнулся, да, хронический панкреатит перешел в острую стадию, а у нас еще на фоне этого калькулезный холецистит, то стратегия действий в такой ситуации должна быть системной. Удаление только лишь одного органа, желчного пузыря, который, возможно, и содержит камни, скорее всего, не решит проблему, а создаст новые. Совершенно верно. Вот. Поэтому делайте выводы сами, обращайтесь к специалистам и разрешайте, пожалуйста, проблемы профессиональным путем. И у профессионалов, которые отдали решение этих проблем более 40 лет своей профессиональной жизни. Будьте здоровы! На связи были академики Картавенко в своей клинике. Да, в своей клинике. Татьяна Владимировна Картавенко. И Виктор Владимирович Картавенко. Милости просим к нашу клинику на Черном море.